Это бытовое преступление войдет в историю региона как одно из самых резонансных. Пропавшую искали несколько суток. В итоге тело женщины обнаружили на крыше дома. Знакомые пары считают, что причиной расправы мог стать же личный вопрос. После развода бывшие супруги не могли поделить детей и пятикомнатную квартиру. По версии следствия, мужчина задушил бывшую супругу и замаскировал убийство под исчезновение. Но легенда была быстро раскрыта. И вот уже сегодня судебное заседание в Ленинском районном суде. Пока по избранию меры пресечения. Мне можно связаться хотя бы. Мне даже не дали права связаться, чтобы сообщить родственникам. По данным следствия, конфликт произошел в ночь с 4 на 5 января. С целью скрыть следы преступления, обвиняемый переместил тело на крышу, присыпав снегом. А также избавился от вещей и телефона женщины. Ее тело нашли спустя трое с лишним суток, вечером 8 января. По данному уголовному делу, подозреваемому Бадун, Константин Валерьевич, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Что касаемо предъявленного обвинения, то вину он не признал. В настоящее время, по данному уголовному делу, проводятся необходимые следственные и профессиональные действия, назначены экспертизы. От дачи показаний и комментариев обвиняемый также отказался. Но ранее Падун на крыше дома в подробностях рассказал о случившемся. Сдавливал, ослаблял, но и в течение 5 лет она успокоилась. Активно так ничего не делала, я ее из своей комнаты вытащил. На заседании присутствовал брат погибшей женщины. Со стороны обвиняемого никого не было. Извини, Саша, я не хотел, чтобы она умерла. Так получилось просто. Меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца, то есть по 8 марта 2023 года включительно. По Дум постановления суда понятно? Понятно. Порядок обжалований ясен? Ясен. Трое суток сегодняшнего дня. Вопросы какие-то к суду имеются? Нет. Судебное заседание объявляю закрытым. Мера пресечения избрана. Мужчина ждать своего приговора будет под стражей. Добавим, что у пары остались двое детей, 7 и 11 лет. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова